Есть общепринятое такое соотношение в процентах 30-30-30, это спорт, наука, искусство, это Батвинник ещё сказал, но по мне сейчас… А 10% ещё что? 10% наверное какая-нибудь психология, либо какая-то метафизика, не знаю, сложно объяснить, иногда вещи непонятные происходят, и вроде ты всё делал правильно, а тут неожиданно взял и проиграл, такое тоже случается. Гроссмейстер – это звучит гордо, но балаковский шахматист Никита Матинян воспринимает это звание как нечто обычное, хотя шёл он к нему, как и положено, через множество соревнований и побед. Звание гроссмейстера даёт привилегии определённо, тебя и в турнирах могут принимать бесплатно, то есть проживание там в отеле, питание, вот, сами куда-то могут приглашать, вот, ну меня сейчас, например, пригласили на турнир в Испанию, вот, ну проживание, питание, всё это за их счёт, вот, мастерам обычно такого не дают. Для того, чтобы получить звание гроссмейстера, необходимо выполнить норматив мастера спорта, кроме этого завоевать определённое количество гроссмейстерских баллов и выйти в число сильнейших на соревнованиях с заданным рейтингом. Звание Никита получил, и теперь у него новые планы – попасть на чемпионат мира. Кубок мира, как отбираются люди через несколько зон, это Европа, Азия, Африка и так далее, вот Европа – это самое сложное, потому что очень высокая конкуренция, наверное, человек 100 одновременно претендует на 20 мест, при этом среди этих 100 шахматистов многие участвуют там на Олимпиадах, играют за свои сборные, поэтому это, как правило, первоклассные шахматисты. Для того, чтобы сохранить спортивную форму, необходимо постоянно совершенствовать своё мастерство, участвуя в соревнованиях. Никита старается выезжать хотя бы на пять крупных турниров в год. В России большинство турниров проводится летом. Наверное, 4-5 турниров крупных, этапы Кубка России проводится летом. В остальное же время это как, ну как случится, позовут куда-нибудь, поеду, нет, так что-нибудь сам буду придумывать. Ну а так, как правило, среднее количество турниров, в которые должен играть шахматист, это турнир 8-10. Не всегда соперники Никиты оказываются честными. Причём встретить игрока, который использует подсказки компьютера, можно на соревнованиях самых разных уровней. И несложно вычислить такого обманщика, сложно доказать факт обмана. Сейчас, да, очень много случаев, когда какого-нибудь шахматиста, который неожиданно выстреливает, ну у которого есть определённый интересный момент в его поведении, допустим, часто отлучается в туалет, там запирается и так далее, то, по крайней мере, на основе вот этих уже двух факторов, то, что неожиданно играть сильно и куда-то уходит постоянно, уже может позволить говорить о том, что он читерит, там, ну, пользуется подсказками компьютера. Из-за того, что компьютер в любом случае обыграет человека, сейчас уже не проводят соревнования между машиной и настоящим шахматистом. Компьютерная шахмата – это отдельная, то есть человек с компьютером сейчас не играет, потому что бессмысленно, компьютер намного сильнее играет, чем человек. Вот, если даже на обычном домашнем компьютере установить сильную какую-нибудь программу, и компьютер, например, имеет 4 или 8 ядер, то он обыграет даже чемпиона мира. Тренер, который занимается с Никитой, живет в Саратове и возглавляет областную федерацию шахмат. И это никого не удивляет. Дистанционно сейчас проходят не только тренировки, но даже турниры. Ну, а еще ему помогает работа. Балаковский гроссмейстер преподает шахматы в воскресной школе. Да, я не планировал, конечно, преподавать. У меня просто батюшка сказал, что нужен тренер, кого-то можешь посоветовать. Я подумал, зачем кого-то советовать, если я сам могу. Ну, вот так и получилось. Ну, и вообще мысль, чтобы кого-то учить играть, она была постоянной. И если так случится, что собственную карьеру шахматиста Никите придется закончить, он знает, что будет делать. Пройдя практику в налоговой, я понял, что шахматы – это вообще сказка по сравнению с работой в налоговой. У меня как бы нет особых каких-то амбиций. Если я достигну потолка в шахматах, потенциала, тот, который я вижу сейчас в себе, допустим, это, грубо говоря, мировая сотня, ну, я пойму то, что жизнь более-менее удалась в профессиональном плане, начну, может, тренировать более профессионально, может, книги, ну, вообще-то книги, я думаю, писать. Да.